Промышленность – основа экономики региона. Об этом говорили участники круглого стола «Промышленный и предпринимательский потенциал Самарской области», который проходил под патронажем «Единой России». Именно благодаря промышленным предприятиям темпы роста экономики в области год от года растут, отметили директора заводов и депутаты разных уровней. Автоваз сегодня владеет 20% российского авторынка. Ракетостроительная отрасль загружена госзаказами почти на 10 лет вперед. Нефтехимический комплекс наращивает объемы переработки сырья. Самарские предприятия осваивают новые технологии. По мнению экспертов, развивать промышленность в регионе позволяет и льготное налогообложение в особой экономической зоне Тольятти. В прошлом году по инициативе губернатора будет существенно изменен подход по льготирую налога на прибыль. Он стал более комфортным для резидентов. Связано с тем, что не к календарному году теперь привязано, потому что с этого года у нас бы увеличился налог на прибыль для резидентов, а с периодом реализации проектов. То есть 5 лет ставка 2%, следующие еще 5 лет ставка 7% вместо 20 налогов на прибыль. И потом до 2059 года, дай бог нам всем дожить, 15,5% ставка на прибыль. Не остается в стороне малый и средний бизнес. Промышленные гиганты делегируют изготовление комплектующих более мелким предприятиям. А чтобы бизнес и дальше работал эффективно, промышленники обсуждали за круглым столом решение проблем по следующим направлениям. Регулярность получения госзаказов, факторы, влияющие на инвестиционную привлекательность региона, кадровая политика предприятий, поддержка предпринимательства в Самарской области. Мы можем на уровне области решить, чтобы как можно большее создание новых малых предприятий, в том числе субсидирование кредитной ставки, выделение каких-то средств на создание предприятий. Это самая большая проблема для малого бизнеса – начать работать. В том числе мы здесь хотим обсудить именно вопрос, как большой бизнес может привлекать малые предприятия для решения своих вопросов. Региональное правительство готово и дальше подставлять дружеское плечо предпринимателям. Создан ряд фондов, работают целевые программы развития производства. Можно получить льготное кредитование для модернизации производства, частичную компенсацию затрат, например, на транспортные расходы, что в свою очередь снижает цену продукта, а значит повышает конкурентоспособность на рынке. Сергей Кизоркин, Григорий Плешаков. События. Григорий Плешаков. Субтитры создавал DimaTorzok.